Тогда вот я беру быка за рога, поскольку нас уже веет и слышит. Вот, предположим, я человек без специального литературного на то образования, но у которого есть определенные возможности по так называемой раскрутке. Да, у меня есть две собственных передачи на двух разных каналах, у меня есть радиопрограмма, довольно большую аудиторию, то есть я могу написать что-то, что могу раскрутить. Так вот, что мне нужно написать, какова природа бестселлера, какие задачи я должен себе поставить, как мне нужно их грамотно выполнить, как грамотно потом осуществить эту самую раскрутку, и что в результате заставит признать мое произведение еще не написанное бестселлером. Вот и, кстати, еще хороший вопрос, можно ли продавать еще не написанное произведение? Ну, если у вас есть две передачи, то совершенно не важно, что вы напишете, вы можете написать, ну, я не знаю, все что угодно можете написать, все что угодно издать. То есть текст не важен, который вы напишете, а важно, что вы можете его позиционировать. То есть вы можете сказать и объяснить аудиторию, что это лучшие стихи или лучшая эсэистика, или лучший детектив, который был написан за последние десятилетия. На русском языке. На русском языке. Или вообще в мире. И важно. И важно, так сказать. Потом вы его напишете. Вот. И он может быть очень плохой, но вся аудитория будет ваша. Та, которой детектив понравится, они скажут, да, нас предупредили, действительно, детектив лучше в десятилетии. Или там в мире. А те, которые не понравятся, скажут, нас обманули. И их возмущение опять-таки сыграет вам на руку, потому что это даст лишний скандал, лишнюю аффектацию, и вы, так сказать, сможете делать еще тираж. Скажем, вам как хотелось бы, чтобы он был лучшим, или чтобы он хорошо продавался? Мне бы хотелось, чтобы он хорошо продавался, конечно. Но тогда совершенно не важно, что там будет внутри. Вообще говоря, некоторые вещи объявляют бестселлерами не у нас, а на Западе уже до того, как были написаны. Когда с покойным Карлом Саганом заключили контракт на роман «Контакт», роман не был вообще написан, контракт заключался под имя, потому что все знали Карла Сагана. На мой взгляд, роман слабый, но неважно, он сразу еще не написан, он получил, так сказать, некий бренд, и автор получил солидное вознаграждение, потому что у автора было имя. У вас есть возможность, так сказать, эту книгу объяснить, что она себе представляет. Может быть, не очень удачный пример я. Да, действительно, что вообще... Я-то вообще бы не согласился. Одну книжку этого автора можно, как было сказано, раскрутить, или, как говорят, впарить аудитории. Но все-таки читатель не глуп, и купив, и увидев, что продукт, который ему предложили, недоброкачественный, вторую книжку он не купит. Поэтому вот тут были сказаны нелестные слова о Марининой. Я-то все-таки думаю, что Маринина смогла найти такую формулу, которая подходила значительной части аудитории. Раскрутить ее нужно было, потому что, возможно, еще три или пять человек тоже могут предложить продукт такого характера. Но, тем не менее, этот продукт пришелся по вкусу, и дальше уже следующие книги покупались не только потому, что она раскручена, но и потому, что это оказалось соответствующим вкусом, потребностям, интересам, запросам. То есть раскрутка вещь необходимая, но недостаточная. Вы сказали... Недостаточная для того, чтобы этот автор уже, чтобы не книга, а чтобы этот автор стал заведомо покупаемым успешным. Ну, тогда вот какой вопрос у меня. Вы сейчас отмянули, что Маринина нашла какую-то схему. Можно вычислить эту схему еще до того, как садишься писать? Я должен сделать то-то, то-то, то-то. Герои должны быть такими, такими, такими. С ними должно произойти вот это, вот это и вот это. И тогда вторая книжка тоже пойдет, как горячие пирожки. Ну, история, опыт истории литературы свидетельствует, что, как бы, подражать можно, и подражатели, этот же автор, продолжая эту линию, или его подражатели, пусть будут иметь не такой большой успех, но некоторый успех будут иметь. Заведомо, как бы, ну, этот продукт, эта модель, она с течением времени устаревает, или приедается, или другие проблемы, другие ценности конфликтуют в обществе. Нужно иное напряжение между этими ценностями, иную модель придумывать. Никакую заведомо модель нельзя. Это нужно обладать талантом, умением, навыками, чтобы это вычислить. То есть для того, чтобы писать бестселлер, все-таки нужно иметь талант. Разумеется. Вы согласны? Ну, это... Я знаю, о чем я спрашиваю. Ну, это необходимые условия. То есть хорошо, если он есть, но если его нет, тоже ничего страшного в этом нет. Мне кажется, Абрам, вы не правы, говоря о том, что вторую книгу не купят. Дело в том, что аудитория подвержена гипнозу. Вот. И если человеку говорить, что книга хорошая, вот, даже если книга ему не нравится, он купит и вторую, и третью. Он не поверит себе, он поверит тому, что про эту книгу говорили. Он подумает, ну, не может быть. Не может быть, что книга плохая, если все говорят, что книга хорошая. Поэтому собственные ощущения не важны. Может, после пятой книги он сегодня плюнет и скажет, нет, я был прав. А может быть, не скажет. А может, на пятом подумает, а может быть, в этом есть какая-то термяга. Может, на самом деле ничего. Я, кстати, против Маринины ничего не имею. Она нашла свой алгоритм, и дай бы их ей здоровья. Там дело не в детективе, а в, так сказать, вот то, в элементах быта, в каких-то, так сказать, подробностях, которые к детективу не имеют отношения. Но это нельзя повторить, потому что она нашла свой прием. Тут, конечно, у каждого автора должно что-то быть свое. Не могу спорить голословно, но, в принципе, опыт изучения читательской аудитории, ну, могу сказать, что не один десяток лет, но, к сожалению, к советскому периоду все эти модели детектива и продажи книг неприменимы. И это значимо только, скажем, для последнего, там, десятилетия, там, двенадцати лет последних. Но даже и в эти годы опыт опросов, бесед с читателями показывает, что все-таки, ну, наверное, есть и такая прослойка, о которой вы говорите, наверное, и элементы моды, действуют. Но все-таки большинство читателей, как бы, прочитав книгу, вычисляют, что подходит им это или не подходит. Я уверен, что, там, ну, скажем, нельзя сделать бестселлером, там, сегодня книгу просто. Точнее, книги просто. Можно сделать одну книгу, но потом все равно у него вышленится своя аудитория, любителей просто, поклонников просто. Остальные не будут продолжать другие романы, там, циклы его покупать. И он не станет автором. Хорошо покупаемых романов. Слово бестселлер я пока не употребляю, я все-таки позже об этом скажу. Ну, покупать он все равно будет. Читать он не обязан, но купить, будучи подверженным моде, он все-таки, пожалуй, купит просто. Вот, поставить его на полку и, так сказать, ну, просто, конечно, это пример условный. Вот. Почему нет? Вот. Не знаю. Но вот, начиная с того, возвращаясь к тому, о чем вначале шла речь, по поводу того, что можно раскрутить или впарить конкретную книгу, я бы все-таки предложил задуматься о том, что это значит. Это значит, что системы книгораспространения не структурированы. Это как одно дело на рынке, ты подходишь к торговцу, там, черешней с юга, ты сейчас купишь у него черешню, ты больше к нему не придешь. Вот он тебе может впарить, а ты придешь в дом, а окажется, что она уже внутри гнилая. Другое дело, магазинчик, который расположен рядом с твоим домом, там, честный, и продавец тебя хорошо знает, а ты там регулярно покупаешь. Он тебя впаривать не будет, потому что ты знаешь, что ты больше к нему не придешь. Это уже сложившиеся механизмы, сложившиеся связи отношений. Вот, возвращаясь к слову бестселлер, все-таки слово, пришедшее сюда с запада, и означающее там все-таки достаточно иные вещи, чем сейчас в России, как это часто бывает с западными словами, поскольку там бестселлер, это не просто книга, которая хорошо продается, это все-таки книга, которая хорошо продается, о чем сообщается публике через средства массовой коммуникации, что включает механизмы дальнейшей раскрутки этой книги, что обеспечивает ей еще большую продажу, потом попадание, допустим, в Голливуд, там, экранизацию, еще дальнейший успех этой книги. То есть это мощная, а сзади механизмы подготовки бестселлера, то есть разыскивания авторов, которые могут написать книгу такого типа, подготовка этой книги, заранее реклама ее через средства массовой коммуникации. Вы сейчас сказали слово одного, такое реклама, мы вынуждены прерваться, то есть вы, я знаю, из предыдущего разговора, считаете, что в России пока на сегодняшний день бестселлерами и не пахнет. Есть хорошо продаваемые книги? Пахнет, но пока только пахнет, но механизмов отлаженных, самой системой пока еще не сложилось, хотя кусочки уже есть. Вот об этом и поговорим, когда вернемся, да. Продолжение следует... 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 ну и многих других успешно продаваемых авторов, там Вербицкой, Чарской, шли такие данные там, 15 тысяча, 18 тысяча, 23 тысяча, ну и собственно в официальных данных о книжно-публикуемых в стране книгах указывались тиражи каждого такого завода, то есть это были данные достоверные, официально подтвержденные станциями, цензурными и так далее, и как бы в них никто не сомневался, и было видно, что эта книга действительно очень хорошо продается. Вы не согласны? Ну, Абрам все правильно сказал, так сказать, за одним исключением, что все это, или почти все уже сейчас есть. Собственно говоря, как я понял, если дополнить вот все, что было сказано только одним моментом справедливостью и точностью цифры, то, так сказать, вот в которые мой собеседник не верит, то получается, что бестселлеры есть и сейчас, и как бы есть система учета, а она, я не кину камень в книжное обозрение, хорошая газета, и рейтингам я, в общем, вполне их доверяю, но дело даже не в этом, дело в том, что тиражам или, так сказать, указаниям тиражей можно не верить только в одну сторону, то есть, как правило, тиражи занижают, и по соображениям, о которых мы здесь не будем говорить, то есть, завышение тиражей, это можно завысить тираж газеты, скажем, для рекламодателей, вот, завышение, завышение тиража книги я еще ни разу не встречал, завышение – да, а завышение – нет, поэтому, если на книге указан некий тираж, то, скорее всего, наизны, как минимум, этим тиражом, а скорее всего, больше, вот, таким образом, так сказать, цифры есть, так сказать, механизмы подготовки общественного мнения тоже есть, и, так сказать, и достаточно уже научились проводить хорошие кампании, и, так сказать, это мнение ни одного критика, а пяти, десяти, двадцати, плюс эксперты, значит, вот, по телевидению, плюс, так сказать, еще, то есть, механизм, как бестеллера делать, многие наши издатели уже, так сказать, усвоили, и, скажем, как сделали бестеллером произведение Акунина, это очень хороший пример, это очень умная, очень грамотная кампания, и, так сказать, именно под тем законом все это было сделано, о которых вы говорили, это все оказалось вполне реальным, и человек покупал книги, потому что про них уже кто-то говорил, и кто-то их читал, и кому-то они понравились, и этому понравились, и, так сказать… Правильно, он читал, потому что кто-то писал, кто-то говорил, но не потому, что он прочел в списке книжного обозрения, и дело упрек не газете, упрек ее источникам информации, и невозможно их сейчас получить более хорошие, более достоверные, он не к тому покупал, что Роман Акунина возглавил список бестеллеров, и об этом он узнал из книжного обозрения. Ну, только потому, что книжного обозрения, недостаточный тираж пока не великого аудитории, но это как бы не главный критерий. То есть я понял, что вопрос о том, существует у нас бестселлер или нет, по-прежнему остается спорным, и в основном по мотивам, которые вот вы сейчас здесь указали, что у меня, даже если есть рейтинг того или иного издания, у меня нет абсолютной уверенности, что сравнительный рейтинг верный, что Марининой продано больше, чем, скажем, Гурского, а Гурского продано меньше, чем, скажем, Акунина. Кстати, об Акунине. Зачем понадобилось уважаемому писателю с достойной грузинской фамилией назвать себя Акуниным? Это в создании бестселлера играет какую-то роль? Там, сколько помню, Б. Акунин с аллюзией на известного революционера-анархиста. Да, да, да. Да, но насколько все-таки по содержанию не очень, насколько я понимаю, романы, связанные с... С Акуниным то, что еще нет. С Акуниным, с его легендой, там, с его биографией. Ну, просто такой, как... Просто такой, как занятный юрмычок, насколько я понимаю. Ну, вот когда мы вернемся сейчас после блока рекламы, я бы очень хотел почему-то с вами, именно, вот с вами, поговорить о том, насколько важна легенда автора, насколько автор важен в восприятии. В смысле... В смысле... Спасибо. 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 Мистификация в производстве нового российского бестселлера. Ну, известна такая политика негров, да, у многих известных раскрученных имен. Когда пишет большой коллектив, пишет это может быть 5, 6, 7 так называемых этих литературных рабов, которые потом выходят под торговые марки просто. Но есть и другой феномен. Вот Акунин, да, который появился, но в таком зародыше, что ли. Он, не он, кто такой, непонятно, какая-то тайна имя окутывает. Потом оказалось, что никакой особенной тайны нет, поскольку в эту легенду играть не стали дальше. Книжки и так хорошо продавались, наверное. Вот появляется другой писатель. Может быть, вы о нем расскажете? Я имею в виду Гурского. Ну, Гурский есть такой писатель. Писатель своей биографии с некими заслугами перед степенью относительно, но они есть перед отечественным детективом, своей какой-то позицией, своей темой. Вот в середине 90-х, когда его книжки появились, тема, которую он поднимал, была, так сказать, тогда весьма интересной и достаточно актуальной, потому что общество балансировало, непонятно было, куда оно пойдет, и политический триллер был тогда в ходу. А поскольку жил он за рубежом, ему позволялось, ну, быть не совсем точным в детали и подчас заигрываться, доводить какие-то ситуации до абсурда, чего бы, наверное, не простили автору, живущему в России. А, так сказать, человеку, живущего в Штатах, ну, почему нет, имеет право, далеко живет, а издалее лучше видно, тем более, что прецеденты были, там, Топли с Незнацким писали издалека, и, так сказать, как бы, все это было достаточно забавно, почему нет. Ну, вот, Роман, вопрос такой. Как по-вашему, какой процент читателей понимал, что Гурский – это не Гурский, что это легенда, что это некое имя, что это придумка довольно забавная, интересная и сознательно сделанная? Ну, я думаю, что, ну, процентов 5-10, а не важно на самом деле, ведь на самом деле читателю не очень важно, так сказать, есть живое лицо, то, так сказать, которым можно пощупать, потрогать за текстом, или просто вот есть нечто, которое, так сказать, как бы себя заявило, как живое лицо, свои легенды, ведь это не важно. Легенда куда интереснее, чем живое лицо, и поэтому, так сказать, читателю интереснее верить в легенду. Погодите. Именно в этом жанре очень важно, что автор был зарубежный и западный. Вот я и стал спрашивать, если бы вы подписывали эти книги собственным именем, живя в Саратове, как вы думаете, вы нашли бы, а, издателя, б, читателя? Ну, хочу, собственно говоря, я их должен подписывать своим. И на попятны. И на попятны. Ну, уже договорились, что сегодня Гурский и Арбитман сливаются в экстазии. Ну, только сегодня, если угодно. Только сегодня, да, что уже... Вот, в рамках этой передачи. Ну да, можно представить вас уже не тем именем, которое появлялось на экране, но и как Лев Гурский. Прошу любить и жаловать. Хотя на рисунке, фотографии, которые есть, что-то вообще есть. Вы на компьютере своим лицом измывались или нет? Ну, вообще-то я на фотографии. Но это не значит, что Гурского нет своего лица. Оно есть, и оно выглядело куда благообразнее, интеллигентнее, нежели мое. И все-таки, скажите мне, вот, обращаю сейчас вопрос к вам двоим. Когда вы придумали эту игру, да, у вас была, как я понял из предыдущего разговора, задача, ну, как бы доказать, что литературный критик, понимая технологию, механизм, и так он может быть писателем. Вот, Гурским. С другой стороны, вы за то, чтобы разделить, разойтись с этим персонажем, разделить ответственность. То есть вы все-таки критика, даже писали критические статьи на произведение Гурского, и вы же писали. Я не буду писать. Два вопроса у меня. Как, по-вашему, что получилось из этого эксперимента, вот, из вами поставленного, да, и как обстоят дела шизофрении? Начну со второго. Конечно, так сказать, шизофрении в чистом виде, о чем тут говорить? Когда, когда, когда внутри одного человека живут два, или три, или четыре, конечно, конечно, это уже клиника. Вот, это, то есть это даже обсуждение не подлежит. Вот, а что касается, ну, во-первых, это все еще не закончено. Я надеюсь, что Лев Аркадьевич будет творить и дальше, а я ему, так сказать, помогать и советовать, и, так сказать, вот. А критик должен действительно возвращаться, разведен с писателями. Критик не может писать, не имеет права писать. Он должен дистанцироваться от писателя, вот, потому что иначе, иначе, иначе сводится на нет его работы как критика. Все равно нет ничего идеального. Если ты критикуешь других, так сказать, ты должен, ну, не можешь писать, ты должен быть гением, что в реальности довольно сложно. Вот, поэтому, поэтому Гурский как бы, как бы дистанцируется от критика Робертмана, и, видимо, будет, будет и дальше, потому что иная система. Ну, все-таки, какие задачи вы себе ставили, когда, не знаю, разбогатеть, доказать, что вы понимаете механизм, да, вот того, о чем вы говорите? А уже же, по-моему, прозвучало, игровые. Я вообще думаю, что основной мотив литературной мистификации – это игровые. Но ведь актер, вот, я не понял, почему в шизофрении, ведь актер играет десятки ролей и проживает, это, как бы, повторяет все-таки, там, он вживается в роль психофизически, как бы, выступает в этом облике, что еще более на психику действует. И, как бы, особых проблем у актеров, насколько я понимаю, с этим все-таки нет. Есть, есть. Да? Ну, хорошо. Вот. Поэтому, как бы, с этим особой сложности, мне кажется, быть не должно. И вполне нормально, что мистификатор какую-то часть своей личности, желая очистить и представить публике без того шлейфа, который за ним стоит, и это, как бы, позволяет ему самореализоваться. Ну, и если попадает спрос, ну, как бы, в детективе, как бы, предполагается, что, ну, в России русский детектив, он не такой качественный, как классика зарубежного детектива. Или там, ну, я вот помню советскую эпоху в Польше, ну, страна социалистическая, хотя там не настолько был статус местного детектива, как у нас. Вот самый успешный польский детективный автор, если память не изменяет, Мац Исламчинский, он писал под псевдонимом Джо Алекс. Романы, действие их происходило в Соединенных Штатах. И, как бы, его книги пользовались большой популярностью в Штатах. В Польше успешно расходились именно потому, что они вот имели такой шлейф западного детектива. Даже в советскую эпоху был такой автор, я не знаю его фамилии, Утгер. То есть это здешний человек, писавший детективы на западном материале, и они печатались в наших журналах. Поэтому логика понятна. Тем более в тот период, когда рождался Гурский, когда столь был запад здесь популярен, в отличие от времен нынешних, и, конечно, взгляд, мнение западных людей, взгляд западных людей был весьма авторитетен. Вполне, ну, вот тут упоминались там Тополь, допустим, вполне логично было вписываться вот в это строю и создавать мистификационного, значит, персонажа. Ну, я бы все-таки хотел услышать, что из этого получилось, с вашей точки зрения, но когда вернемся с рекламы. Хорошо? То есть удалась игра, не удалась. Стали бы вы, если бы я магическим образом вас перенес сейчас обратно, вновь затевать эту игру? Не пора ли? Творчески или финансово? И так, и так. Спасибо. 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 не только игра, но это отчасти это возможность для критика получить своего автора. Вот ни у кого этого автора нет, а у критика этот автор есть. Он про него знает все. Он знает, что он пишет, он знает, что он напишет, он знает, так сказать, как бы вот свой ручной автор. Замечательно. Мне как критику всегда хотелось иметь такой автор, чтобы на нем паразитировать. Но вот у некоторых есть живые авторы, они сопротивляются. Существует нужно иметь свой народ небольшой. Ну да. В общем, да. Мне в этом смысле оказалось проще. социологом сложнее. Я считаю, что мне как критику было необыкновенно интересно работать. Потом стал надоедать он, конечно. Потому что в некоторых моментах оказалось достаточно скучным типом. А все равно любопытно. Ни у кого такой ситуации нет. У меня она есть. Вот он. Я могу его вытащить из кармана, показать. А вы были у него в гостях в Америке? Нет, не был. Он не зовет. Он в праве все охраняется. Нет. У вас параллельно с Гурским, с проектом Гурский, как вы сказали, отщепился еще кусочек вашей личности? Ну это было раньше. Это было раньше. А раньше, долго уже. Да. Это как бы был... РС Кац, история советской фантастики. Если кому-то попадалась эта книжка, можете позавидовать мне, я только в руки взял ее, прочту ее обязательно. Это проект не будет иметь продолжение. Нет. Но он закончил. Доктор Кац свою миссию выполнил. Он написал первое в нашей стране альтернативное литературо-ведческое сочинение, как бы вот история советской литературы, которая могла быть при определенных условиях, и, так сказать, внес некую свою лепту в литературо-ведение, что там угодно, получил там некие премии, и, так сказать, некое количество рецензий. И если эту книгу издадут, еще раз будет замечательно. Но этот проект закончен, конечно, потому что он не может воспроизвести. Такую книжку можно написать только один раз. Все остальное будет только повторение, так сказать, как бы продолжение в ухудшенном виде. Это проект на одну книжку. Хотя Кац, конечно, почтенный старик, и, так сказать, ему за 80 проживет он на 10 до 100 лет. И все-таки, у меня вот есть вопрос. Такого рода. Вы сами в статье бронили Гурского за то, что он создает такую атмосферу ожидания чего угодно, когда уже не удивляешься ничему. И в этом смысле он несколько запараллелен Голливуду, который тоже вот, да, создавал-создавал взрывающиеся небоскребы. Когда они взорвались, люди оказались неспособными это понять, принять, вернее, даже. Даже те, вот я в тот момент, когда падала вторая башня, я разговаривал с людьми, которые сидели в 10 километрах от места событий. И тоже смотрели это по телевизору. То есть для них это тоже было так же нереально, как и для меня. Кинематографично, скажем. Мы об этом здесь уже говорили. Вот что наделали. Вот у вас есть чувство вины? Ну, некое чувство вины, конечно, есть, но Гурск, в этом случае, утешает себя вот каким соображением. Он описывает ситуации и доводит их до абсурда. Ведь на самом деле люди, которые питаются телевизионными новостями, им предлагают потом детективы, где все как бы... Вот как все, как в новостях. У Гурского все это преувеличено до невообразивой степени. И когда читатель, так сказать, дочитая до какой-то момента, вдруг понимает, что вот этого точно не может быть, ему становится легче. Некий катарсов говорит, что вот этого не может быть. И значит, многого не может быть. И вот, так сказать, что-то гадкое происходит. Но вот каких-то вещей точно не будет. И вот этот момент освобождения от страхов, он много стоит. И если Гурский как-то помог неким образом полумистическим или каким угодно, то... Вы согласны? Или Маринина думает то же самое про себя? Ну, я... Я бы сказал, что я не читатель Марининой и не могу смоделировать все-таки то, что думает читатель Марининой. Поэтому тут никакие сравнения не важны. Мне вот скорее интересно, как бы жизнь меняется, литературные вкусы меняются, и литератор должен эволюционировать. В этом плане, куда может или куда хотел бы эволюционировать Гурский. Поэтому, хотя вот я вам говорил, что как бы формулу успеха написать, создать нельзя, и точную формулу я не могу создать, но я могу так примерно сказать, что бы могло бы быть... что бы могло бы сейчас иметь успех у российского читателя в общих параметрах. Читательский интерес разворачивается вот на протяжении последних, скажем, десяти лет вот на 180 градусов. Если раньше интересовал Запад, то теперь интересует Россия. Если раньше интересовало будущее, то теперь интересует прошлое. Если раньше, ну, как бы, вот была ясная рациональная картина мира, то теперь она становится такой мистически-рациональной. Поэтому, как бы формула будет нависать... русский исторический, мистический роман. Да, даже не исторический, а как бы доисторический, праисторический, мистический роман на отечественном материале, вот формула была гуравой. А у меня совет господину Гурскому, поскольку я сам гражданин США, вернувшийся оттуда, да, пусть возвращается. Это будет хорошее продолжение истории с Гурским. Пусть вернется. Ну, может... А жена и дети останутся там и будут сильно переживать. Может быть, на время... Пусть возвращается. Ну, во всяком случае, Доисторических романов мистических писать не будет. Наоборот, он напишет что-нибудь веселое, чтобы читатель улыбался на каждой странице. И если ему это удастся, то замечательно. Вы могли бы сейчас сходу предложить, учитывая рецепт предложенный, сходу предложить сюжет такого романа? Ну, на самом деле, уже такие романы писались, они имели успех. Просто вот эта линия, там есть Семеновы циклы романов, вот в таком ключе написанных, и это тоже, ну, данных не имею, но это одни из самых покупаемых сейчас романов и целая линия вот такого русского фэнтези, русской фэнтези. Ну, она замутила свой жанр. Там уже стали писать в соавторстве, там, так сказать, какие-то уже современные пошли. Уже от Волкодава уже ничего не осталось. Я не оцениваю конкретные произведения. Там все же размылось. Я говорю о существовании вообще этой линии, не одна она пишет. Я вот тоже могу предложить рецепт, я один раз хитанул, даже не один, а три раза подряд на одной и той же теме в разных ипостасиях, что редко бывает на телевидении. Я не то чтобы придумал американского писателя, я его домыслил. Есть такой немножко сумасшедший человек, который живет в Америке и написал довольно объемный том о том, что американцев никогда не было на Луне. Надо было домыслить ему биографию немножечко, чтобы он звучал убедительнее, поскольку картинка не эта. Надо было найти хорошую, красивую американскую хронику с Луны и объяснить, почему это подделка. Именно потому, что она хорошая и американская, это уж точно подделка. И я полагаю, что вот это тоже одна из схем бестселлеров на сегодняшний день. Чем фантастичнее утверждение очевидного, то есть перечеркивание очевидного, тем больше доверия у аудитории. Это кто-то из великих говорил, Гитлер что ли? Гебель, что мой. Гебель сговорил, да, что чем больше ложь, тем можно много придумать, а вот угадать, это самое трудное. То есть все-таки момент лотереи определенный здесь есть. Не лотерея, а такого чутья, тут важен не расчет, а вот такое чутье. Так же, как, допустим, создание рекламы. Вот вроде все знают, да, вот нужно делать так, но кто-то делает, удачный рекламный ход находит, и это работает. Ну, в обществе ориентированном на рекламу, я про это сейчас не говорю. А другие, вот профессионалы, а вот этот ход не смогли найти, у них не так срабатывает. А насколько тогда здесь важно позиционирование себя как потенциального потребителя? То есть насколько важно прислушаться к собственным инстинктам в этом смысле? Ну, конечно, этот человек должен нести это в себе, ему это должно быть интересно.